В Украине ведутся разноченные споры. Отъезды, возвращения, невозвращения, утечка мозгов, немозгов и так далее. Значит, я попытаюсь, коротко в семи пунктах подвесить итоги, открыть в дискуссии, раздавить в действии. Продолжение следует... И люди, в основном сначала дипломники, но не только, в основном дипломники из новоотворительных стран, начинают борько уезжать. Уезжают центральные, крупные, научно-университетские сервисные центры земного шара, туда, откуда они освободились. Реально, это дело возникает двух плоскостях. Да, очень важно, что система интеллектуальных центров старого семейного шара, люди учились, учились врачи, ученые, гуманитарные эксперты, учились в этих странах, учились в этих больших университетах, но они потом оттуда возвращались. Они уезжали туда не, чтобы каким-то образом стать потом англичанами, французами, немцами, а просто того, чтобы получить диплом. В 60-е годы меняется эта ситуация, и люди начинают из этих стран уезжать уже дипломами, бездипломами, но для того, чтобы оседать в этих странах. Реально это происходит в двух плоскостях. Рабочие и шутки уезжают. Уезжают, во-первых, врачи и медперсоналы. Врачи и медперсоналы учились из стран высшего фаномиального света, скажем на английском и на французском языке. Образование у них было подходящее, и они получили в 3 раза в 4 раза больше зарплаты работающим в больницах Англии или Англии. Это дело продолжалось. Реально, приток-отток врачей и медперсонала, это важно, потому что он повторяется каким-то образом и сейчас, и в другом времени, регулировалась медицинская профессия. Медицинская профессия регназована. Медицинская профессия очень хорошо самоорганизована, очень хорошо самозащищается. И если каким-то образом приток слишком большой, они создают искусственные сложности для меня. Если, наоборот, не хватает врачей, их принимают в обоих. Это выясняется, я бы сказал, в таком числе научно-административном плане, потому что если они нужны, экзаменов, если их нет, то теперь есть дипломы, и прекрасно, вы можете этим медицинским дипломраммом. Если слишком много врачей в какой-то области, наоборот, ты должен сначала сдавать какие-то экзамены, если да, можешь остаться, если не да, и можешь оброзать дальше. Вторая перспективика всего этого отъезда – это Америка. Америка не вообще, а американские факультеты, университетские факультеты естественных наук. Дело в том, что совершенно понятно, что начиная с 40-х и 50-х годов, Северный Штат-Америка является ведущей державой по, естественно, научным дисциплинам. Создается очень мощная система аспирантская, аспирантского образования. И каким-то образом людей не хватает на эту систему. Значит, нужны очень многие аспиранты, физики, химики, биологи, математики и так далее. А эти профессии очень опытные. Учиться надо много. Взатраты были слишком слегкацовыми. И поэтому американские и юноши девушки не шли туда учиться. Пришлось импортировать людей на эти факультеты. Примерно в 50-х годах одна треть аспирантов, естественно, без того, правда, в Северный Штат-Америка являются импортированными. И они там не остаются. Значит, возникает основная модель, которая в дальнейшем является обрепляющим. И они сюда учатся, и потом там остаются. Лучше, что учатся, а потом там остаются. Каким-то образом все это меняется после насады Советского Союза, коммунистических, какие-то модели организации. Я не знаю. Понятно, да? Я просто вас не вижу, но надеюсь, что-то, так сказать, хоть везло к нам. Я продолжаю. Если у вас вопросы, или не понятно, пожалуйста, задавайте вопросы. Значит, второй этап всего этого дела постсоветская штука, постсоветская система, где сначала держали довольно специфические прослойки, специфические стороны на заработки в западную, вне в Америке, в западную. И здесь возникает очень интересный момент. Бакхийский, постсоветский брейн-брейн распадает на две части. Во-первых, уезжают люди, иногда образованные, иногда они не образованные, очень часто люди с высшим идемом, с высшим образованием, у которых просто после распада системы нет работы. И не политической работы нет, а законной операции. И так, таким образом, эти люди начинают большинство выезжать в страны Евросоюза, в Евросоюзе по поводу имени. И причем выезжают так, чтобы согласиться на всякие работы, не на их планы, не на те инженерные работы, на которых они, в общем-то, уже много лет работали у себя в стране, а уезжают у ботовицами, уезжают в продавщинском и магазинном. А тем самым уезжают в сервис, где требуется в новом мире, где нет необходимой квалификации в местных и в местных и не интересных местных. И таким образом начинается развитие. Ответ практически развивается в двух подкосках. Уезжая люди, которые уже какие-то контакты. Но таких контактов в 50-е, 60-е, 50-е, 80-е годы стран Восточной Европы были в Польше, немножко в Чехии, Чехословакии и в довольно много времени. Значит, уезжали немногие. Дело в том, что в то время и в Польше, и в Чехии, и в Европе были эмузиалы. Мы же освободились, мы же бросили контролы. У нас начинается новая, блестящая, прекрасная эпоха. Какого ученых к нам уезжали? Да, есть проблемы, есть проблемы с работой, но появляются какие-то системы и помощь и так далее, но все равно нам лично, может быть, и в данном моменте плохо, но в стране там прошло. Понимаете? В первое время в общем-то уехали, что хотел, кто-нибудь не родит, думали, что еще. Первая такая большая война отъезда, уехали, вновь, как это очень похоже на поперечную Украинскую, это было Умени. Из Умени на временные заводки уехали 3-4-5 человек, уехали, уехали, уехали в ту страну, или в те страны, где язык в голове не понятен, в латинские главного виталии. В Италии ты будешь работать ухаживая за старых человеком, это старая женщина, не требовала особой спецификации, были что это связь. Уже многие черепечные проблемы и с старушками, пожирными и с семьями, которые туда уехали. Люди в основном не собирались там остаться, эти 3-4-5 миллиона, работая там в 3-4 года, набирают какой-то опыт, набирают деньги, деньги все-таки им давали, и уезжают обратно и пытаются вложить эти деньги в какой-то местный бизнес, речь не о том, что молодец, вверх, рископритализм, и вот они сколько-то полезных в Уталии, ухаживая за старые данные, никакой специфический навык не предъявили, но получили деньги. Это первая главная уехала, уехала, видно, что вы поняли, приняли, соответственно, уехала вторая Ивана, сейчас учебники Ивана, но некоторые остаются, но не очень. Второй главная здесь политический, многие западные страны и многие политические политические считали, что нужно создавать космонавтистность. Новую виду, это, конечно, новую виду, потому что старая лица знала, не знала, хорошо, плохо, но она была неразначна политически, она была коммунирована, она была просто жила старой жизнью, старыми порядками, а не нужна. Соответственно, нужно строить новые люди, оттуда новые людей брать, брать из молодых, из тех молодых, которые учатся уже на новую виду. Создавались специфические учреждения такого порядка, порядка в Венгрии, соответствующие учреждения в России, Европейской университете Санкт-Петербург, в Венгрии. Масса людей получили стипендии. Получили стипендии на западе, на год, на два года, на короткое время, на более продолжительное время, но хочется учиться там. Идея была, что там они получают не просто навыки, не просто специфическое образование, так они дома получили, но и получают мировоззрение, общую культуру, общие установки. Соответственно, это была не филантропия, что по-очему поняла, это была политическая концепция создания новой виду. А мне там с этим очень много очень четко говорили сам Джордж Сорож, который был, но один из пионеров всего этого. Но здесь проникает очень интересное, очень интересное явление, в котором участвовали все по-советски, в том числе по-моему, личному обыду довольно больших очистовало. Я думаю, что мы уехали по училищам такие, учились хорошо, слились с теми, ну, просторами, вокруг которых они кутились, они учились и так далее, но проблема закончилась, извиняюсь, проблема начиналась после депрога. Эти новые люди, будущие новые люди, учились в экономике, в бизнесе, в социологии, в других общественных и так далее, и пришли учиться в инженерные вузы или медицинские вузы. Понятно, там доступа, врунда, не было такого привлекательного момента социального, но после того, чтобы люди получили депром, временное депром, постоянное депром, пятилетнее депром, один угодительный депром, уехать они не хотели. Значит, идея такова, что я готовлю новую элиту, и эта элита возвращается в постсоветские страны, в постсоветские страны и эта элита вот первая война, новообразованная, хорошо оборудованная новая людей, не хотела уехать, не хотела уехать, потому что дома не было настоящей работы, они вообще не вне было, там в Афганистан, которые все-таки дают больше в Бене-Лилии, в Чехословакии, в Чехии, что это наше стандарь, вот мы сейчас немедленно должны делать, это организационного момента они не ощущали, хотели там остаться, и здесь в Афганистане интересные вещи, дело о том, что средний западный студент, который на немецкий учитель, он долучился от своего диплома, и потом устроился на Морокову, и выбрали, а Морокову обернулся украинца, и сначала даже русского, не брали, учился, прекрасно, и учился, и так, но это свое дело, давай придумаем что-нибудь по работе, работать в экспериментах, соответственно, появились вечные студенты, которыми я старался в качестве преподавателя, вечные студенты, которые закончили арт-прокрамму и потом жили на вторую, и на третью, даже в разные специальности, появились мобильниками, которые все равно чем учиться, сколько МН, сколько PHD, сколько бакарата, и так далее, главное, чтобы учиться в этом университете, и стали такими вечными студентами и собирались на медитру. Это дело примерно через 10 лет от Растосара, с одним тоже преследовались на Западе, другие все-таки вернулись в свое рады не отставлены. И здесь возникает третий вопрос, терапический вопрос. Отчего люди двигаются, отчего езжают, отчего приезжают, и какие здесь мотивы, и каким образом можно ли это увеличивать? Пропустить больше, выпустить обратно больше обитания. Это и практический вопрос виталийский. Значит, где двигатель, которые двигаются веки? Фактически очень упрощает дело, главная теория, самая ментарная, самая исходная, это пуш-пуш, значит, притягиваешься и оттальгиваешься. Значит, большинство стран считали, потому что они не знали запад, они не знали только свою среду, что люди готовы, значит, они вытальгиваются, нет подходящей работы, нет подходящей карьеры, нет подходящего подъемного крана и так далее. Значит, люди отсюда активно выезжают. Ну, второй подход, который говорит о том, что самое главное о притягивании. Если не нужно ничего, скажем, другой группы стран, данный момент назад, то они тебя делают. То есть в данном моменте, на данном этапе спортирования рабочей силы или профессии не нужен тебе ребенок. Хочешь ты отсюда уехать, не хочешь отсюда уезжать, подойдящее нужное хорошие работы как тебя нет. конечно, в действительности есть и мотивы вытягивающие, мотивы привлекающие, но все-таки высказано четко в этом плане, все данные показывают, что основным мотивом здесь является притягивание с той стороны. если ты нужный тебе притягиваешь, если ты нужный не притягиваешь. Могут притягивать время как человек, который получает багаж образования и отправляет сам. Значит, реально возникает вопрос, как быть тогда с теми, которые хотят прежать, но которые не нужны. Здесь каким-то образом возникает очень интересное противоречие, это не противоречие, какой-то значит поворот, разворот на самом на Западе, на Западе, в Западной и в Западных общественных отношениях, политики стран-западных. Традиционно Европа не рассматривала на себе качество страны импортирующей рабочую сеть. Америка, Канада, Австралия, да, Южная Америка, да, они были страны притягивающими, занимающимися сознательно и плономерно и всевозможными моделями и всякими политическими средствами и давления и так далее на иммиграцию, значит, на иммиграцию туда, но страны в Западной не считали себя странами импортирующими, привлекающими так, затрянские страны импортируют. Даже считались себя более превосходными, что, но, да, у украинцев нет качественных людей, они впортируют того и другого, а не Франция, Англия, Германия, стабильные страны такого нету. Сначала отменяются в рекомендации Франции, потому что люди из бывших колоний приезжают массово. После распада их колониальных людей. Но, повторяю, что непостоянно связанных людей с коронавируем прошлыми странами не вреда. Их не думал, что Франция из Северной Африки люди уже приезжают миллионами, что да, надо на порядке величать. Не говоря о том, появится без градусов. Только они, как я верю, очень гуманно это не столетие. Таким образом, возникает сначала Франции и Англии порты для привлечения людей из коронии. Германия импортирует рабочую силу в 50-е годы турков, но не считает, что турки даже там остаться. Турков не дают. Партисты только в третьем поколении сейчас начинают давать гражданство. Возникали целые поколения турков в Германии, которые родными зубами закончили немецкие гимназии и так далее, но их все равно считались иностранцами. И так иностранцами и остались и, в конце концов, не являлись полноценными гражданами Германии. не говорили только о других, но других массов не массов не было, а по-самому это было еще поколение воздушных европейцев в 60-е годы это были его сады. Но так как его сады и не сады, вопрос как-то сам по себе решался. Значит, так, другим образом, была база в этом сомпе, что нам дано заработку временно. Чужаки нужны, но только на заработки и только временно. Последняя такая война в Германии в 15 веке была на шахта, когда были порядки в то время с немецкими паспортами, которые брали в большом количестве на шахту. Но никакие другие сферы нет. Потом они уже росели рубрия в округленно и стали уже немцами через 100 лет. Значит, все это дело меняется в 70-е, 80-е годы. В 70-е, 80-е годы меняются в двух классах и, я же говорю, в основном в дальнейшем поеду. Во-первых, до этого черно-рабочий в большом количестве на постоянную работу из Европы, немцы, австрийцы, скандинавы и так далее, и в Европе. Не было потребностей. Но возникает вопрос о том, что речь не только о гидрониках, не только о людях с душевым образованием, но и речь идет о вообще о том, что мы называем скиллами, значит, наградами. Значит, вдруг покупаем навыки или людей, которые потенциально могут быть приседаны. И таким-то образом начинается соревнование главных игроков мировой экономики, в данном моменте западной экономики, это запианские страны и Европа за навыками. завединить навыков. Ведь мне осенны, что нужны необязательно только люди, врачи, физики, химики и так далее, нужны не простые черно-рабочие, но нужны люди с разными работниками микроэнергетации. Деляется грани между инженером и техником, между техником и качеством хорошо образованным рабочим, но, естественно, все нужно. Потому что качество индустрии зависит от индустрии, то есть индустрия они все нужны. И каким-то образом это примененно авиатоличный вопрос. И начинается, ну, я хочу разку выражаться, но, что это есть, работа за средствами. Например, Германия, девичная Германия, если дает себе постоянное ремонт. Если не скажем эгиптолог или эсванист, если не уж отмутриц, соответственно, какое постоянное предложение его действий к не поступит. Господент Анаш, что происходит? Микрофон. Господент Анаш, прошу прощения, Татьяна Борисова, у нас просто заканчивается время, можете бы сформулировать конец вашей Спасибо большое. Вопросы по-моему. Ну, и на остатем, что начинается новая рука активного отъезда и вопрошения. Активность до этого людей не уезжают при семье. Это новая проблема при внести не скилок. Вся на тем, что до этого я при убежащим человеку нельзя возможно брать с собой жену, ребенка, любовь, не сукорубь. Сейчас в настоящее время все равно главное есть дом качественных специалистов. Если не качественных специалистов, отберегают старые специальности, гуманитарные специалисты и так далее, он не нужен. Он будет убирать квартиры или так подобное. Для этого уборщики нужны. Потому что даже люди не будут уборщиться. Читают новые переезжающие, которые лучше оттуда или более готовы оттуда убирать. Значит, это есть, но это не предмет, а это утечка отражения мозгов, а утечка людей. Результат этого существует, это значит, предпоследие существует готовые прогнозы дуран по состоянию демографическому восточную Европу после грязных стран. И в 2050-х годов можно посмотреть в интернете все эти вещи, что считаются. И речь это то, что такие страны украина с дозвив 2050-х годов потеряют 4-5 миллиона человек. Значит, уезжают и не приезжают. Ваша Восточная Европа теряет везде. Баркалия будет вместе в 20-26, Украина сокращается на 5, Герой и так далее, Румынии поручаются примерно то же самое, уезжают и не приезжают. Один словом, эти страны станут поменьше. Поменьше это не просто можно сказать, что хорошо, сколько нас будет, сколько грошей. Но если эти страны сокращаются, сокращаются и поезды и вейс. Сокращаются и люди. И заканчиваются следующим, по следующим, по дороге правилем. уезжают те, у которых есть специальности. Не уезжают те, у которых нет специальности. Соответственно, будет меньше новых законов, которых западные собираются создавать, вложить, формировать в этих странах, потому что проще ищи брать человека увезти его, чем привезти обратно. Я сам работаю в Америке, переехаю из Америки и думаю, что вот я вставил американскую инструктуру в этой и думаю, вот я веду американскую систему, веду американскую эффективность. Я создаю, я знаю, как это сделать, но прилипко удачная. я это сделаю. Не удалось. Если человек выезжает туда и он проработает с 30-ти других облогими американцами, он будет работать как дурия американц. А здесь он будет работать как украинец, как украинец, как поляк. Чуть лучше, если дело развивается, чуть хуже, если меньше развивается, но более вырос качество, качественную рабочую усилию увести, чем осталось. Это вот Солнце. Из этого возникает новая система, что нам нужны рабочие места, но рабочие места, которые получали, не будут рабочие для характеристик квалификации. Да, создаем новый аккорд, где в башьем управления будут сидеть люди с высокой квалификации, но будет 10-10 местных грузчиков, которые будут таскать коробки. Так что, собственно говоря, эта добра еще как первая ситуация возвращается в общество действий всех уезжающих нации возвращается к Итальскому. Но Итальцы возвращаются с высшим образованием 30%, которые предлагают соответствующую работу в Китае. Плюс в Китае сейчас национальный город мы строим новую мировую вершину и трам уже. И он считает, он нужен для этого вершины. Во ВПР китайские семьи очень живые, очень поддерживающие отношения между семьей. Все замеры и пытались вас еще средне европейцев замерить, в этом нам покажут, что такой силы сидения, как Китай. Спасибо. И ведь, я заканчиваю, понимая, что там идет очевидная тема, очевидный заказ, я хотел, что в законе не радуйтесь. Не радуйтесь и не думайте, что то, что сегодня выглядит наивно, успешно, как сбора, что это не имеет долгосрочный результат. Спасибо большое. Вопросы есть? Нет? Нет. У меня есть один вопрос. Возвращаясь к утечке именно мозгов, то есть мозгов научных, недавно один украинский популяризов науки написал свои мысли по поводу того, что специалист, который очень высокого уровня, он может не уезжать, потому что он здесь получает достаточно оплаты и признания здесь у себя на месте. А уезжает именно в средний уровень, который тут недостаточно высок, чтобы получать очень хорошую зарплату здесь. Что вы думаете по этому поводу и есть ли в этом доля правды? Спасибо. Во-первых, массовые данные по этому есть визу, где очень много людей, очень много образованных, очень много дипломов и очень много инвесторов. Значит, конечно, возможны ситуации, в которых ты получаешь большую лампу в дом, тебе все дают, но так не будет на 45 миллионов в 12. и остальные это не вторая квалификация. Те, которые получают, да, я ничего не говорю, может быть, есть люди, которые не дарят высокого уровня и так так, но я как социолог науки могу сказать, что страны восточной Европе наиболее выстревающие являются не наиболее канадливее, а наиболее готовые к способности. то, получаете большую правильную лабораторию, если хорошие друзья, если ты широко упоминаешься, если говоришь патриотические какие-то лозуги, тогда тебе это дают. политика. А если ты просто-напросто идеальный физик, которому не интересует политика, я боюсь, что этого не будет. И там политика тебе не интересует, и здесь тебе не интересует, а там больше в реальности без политики получить большую правильную лабораторию, чем здесь. Спасибо. Спасибо вам большое.